Все они разные, но в чем-то похожие. Создают настоящие шедевры из дерева, керамики, металла. В этом году название народного мастера Алтайского края претендует 4 человека. Представители Белокурихи, Барнаула, Павловского и Алтайского районов. Казачий атаман Владимир Ростовых живет в Павловске. Плетением из ивового прута занялся по необходимости. Требовалось тренировать руки после аварии. Получаете же теперь удовольствие от того, что плетете? Или нет? Получаю. Что-то новенькое. Когда что-то я увижу или услышу, или где-то подсмотрю. Если посмотрите портфолио, там увидите. У меня росы выше, например, животные, люди из прута. Это интересно мне. Уже, как говорится, вкладываешь и художественное что-нибудь, или как художник. Хотя и не художник. Заслуживает ли он звание народного, Владимир сказать затруднился. Но его творения народу нравятся. И многие с удовольствием покупают плетеные вещи. А вот Николай Маняхин из Барнаула ничего не продает. Просто дарит. От этого получает удовольствие. А еще очень любит работать с детьми. Он преподаватель резьбы по дереву в Центре творчества. Когда вижу их светящие лица, глаза, наполненные гордостью, что у них что-то получилось. Когда они забирают свою работу и несут своим родителям дарить, вот это меня подпитывает и испытываю за это гордость. На картинах и в его скульптурах животные и люди сейчас увлекся православной тематикой. А это керамические работы еще одного претендента, Зинаиды Корчагина из Алтайского района. Бык произведение кузнеца Анны Белецкой из Белокурихи. Кстати, чтобы стать народным мастером, каждый из претендентов должен не просто творить, но и заниматься просветительской работой. Когорда мастеров, которая в прежние годы сформировалась, она давно уже представляет Алтайский край на всяческого рода культурных, туристических и прочих презентациях мероприятий. Собственно, иногда по ним судят об уровне развития культуры в крае, в нашем регионе. Выставка претендентов на звание народного мастера Алтая будет работать до 17 октября. Своё решение комиссия огласит на закрытии выставки. Кстати, кроме диплома и всеобщего уважения, обладатель звания получает 50 тысяч рублей единовременной выплаты. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком.